Сейчас подготовлю наши емкости, надлежащие для того, чтобы сюда перевалить орхидейку. Для этого что мы сделаем? В емкости, не знаю, сантиметра 3 тут, наверное, у меня камушки и керамзит. Камушки для того, чтобы было потяжелее, но я слышу, что прям легко. Надо побольше сюда камушек какой-нибудь уронить. Чтобы было потяжелее, нам нужно тяжелую конструкцию. И поверх дренажного слоя, это будет дренажный слой, я вкладываю кокосовое волокно для воздушности, аэрируемый слой, он натуральный. Кокосовое волокно приготовлено специальным образом. У меня есть видео, почему я использую кокосовое волокно в посадках, какими-такими свойствами оно обладает волшебными, как я его готовлю, почему я его готовлю, не просто сразу вот купила и использую. Нет, я так не делаю и вам не рекомендую рисковать таким образом. Знаете, орхидеи нынче дорогие. А, все, подождите, я сразу второй тогда приготовлю. Чего уж раз пошла такая пьянка. Здесь такая же история, друзья, уже потяжелее. Здесь, видимо, камушков побольше. Камушки и керамзин. Камушки я тоже, друзья мои, готовлю. Вот все, вот все компоненты грунта имеют определенный функционал в посадке. Какие-то надо готовить, какие-то уже подготовленные продаются. Камушки я тоже подготавливаю, потому что я их собираю на местных озерах. У меня есть видео, где я их собираю, какими свойствами они обладают, почему я их использую в посадке, почему орхидеи любят в камушке и как я их подготавливаю. Обязательно, чтобы никакой заразы не затащить посадку с орхидеей. Видите, что получилось? Вот это кажется, что он потом присядет и его мало будет. Вот два слоя до основной посадки. Но мы будем сажать с вами перевалкой. Берем орхидею и вытаскиваем ее из вот этого вот горшочка, в котором она пришла. Хорошо себя орхидеи чувствуют. Что я делать сейчас буду? Значит, смотрите. Моя задача сейчас убрать лишний, вот если есть он, мох от шеи. Нам не надо, чтобы шея была во мху. Это не есть хорошо. Я вам рекомендую убирать мох от шеи. Ну, лишний раз, чтобы не провоцировать. Мы же не знаем, какой сорт. Многое зависит не только от того, как вы ухаживаете, да. Какие способы выращивания вы применяете орхидеи, какой микроклимат вы им создаете у себя дома. Но очень много еще зависит от личностных особенностей самой орхидеи. Ее сортовых особенностей, ее фитоуманитета. Даже один и тот же сорт тоже может себя вести по-разному. Потому что бывают ослабленные орхидеи, бывают сильные особи. Вот, поэтому, дабы уменьшить вероятность возникновения разных проблем, мы вот максимально страхуемся, скажем так. И вам я рекомендую так же делать, потому что нет, нет, да вот, бывают проблемы. Все, пошла, видите, что делать? Распухлявливать вот так вот. Раз, как-то, немножечко его вот, он такой спрессованный-спрессованный. Чтобы он немножечко был порыхлее, и чтобы получили корешки доступ воздуха. Вот что я хочу сделать. У меня же здесь не теплица в Таиланде. Это у них там в теплицах воздух там гуляет, кондиционеры огромные работают. Температура 30+, и разность они обеспечивают между ночными и дневными. В общем, все как надо. Я здесь стараюсь максимально естественные условия, к которым привыкла орхидея, ей обеспечить. Ну, как вы понимаете, и во всем есть граница. И у меня тоже есть ограничения определенные в возможностях. Ну, вот сейчас что мы делаем? Я вот, видите, прям распухлявливаю. Прямо, вот, знаете, покажу вот подробно, как раз для начинающих архаманов, чтобы меньше было вопросов, чтобы вы со своими орхидейками справлялись, у вас все получалось. Вот я прямо-прям пухлявлю там, знаете, вот не скромничаю. Там очень все набито. Ну, смотрите, делайте это аккуратно. У нас же здесь корешки. Это очень аккуратно надо делать, чтобы не пованить. Вот что я делаю сейчас. Я внутрь пальчик загнала. Я прямо там чувствую, где корешки есть, где корешков нет. Немножечко разгоняем уху вот так в разные стороны, чтобы он у меня там у шейки не был затрамбован. Все, я распухлявила, не поверите мне. Вот тут вот есть остатки. Я их использую, друзья мои. Они вот, мух неплохой. Ну, конечно, не самый свежий. Но он есть, и он свой, родной, со своей микрофлорой. И погнали. И вот сейчас я ее сюда хлоплюсь. Такой распухлявленный. Как раз у меня здесь шире, там уже. Мне нравится в этих стаканчиках вот этим заниматься. Значит, вот когда я говорю мне нравится, это значит, что моим орхидеям тоже нравится, потому что мало ли, что мне там нравится как человеку. Мне нравится как архаман, потому что это значит и моим орхидеям. Тоже в этом во всем хорошо. Единственное, мне не нравится, что вот здесь корни кверху немножко топорщатся. Это плохо, потому что они будут сохнуть. Выравниваем, конечно. Видите, сверху корней нету, да? Ничего страшного у нас есть чем. Здесь немножечко присыпать, скажем так. Ну вот и все. Вот и вся процедура по большому счету. Ничего тут сложного нет, я вам хочу сказать. Вот, вы же видели, да, что я делала? Вот. Что у нас получилось? У нас получилось, что мы распухлявили, посадили в более широкую, в более длинную емкость, в которой есть иерация, в которой есть дырочки. Корешки освободились, они дышат. Вот. Мне только не нравится, знаете, что? Что вот у нас тут сверху корни. Они должны быть прикрыты, иначе они у вас, друзья мои, засохнут. Ну, знаете, что можно сделать? Ход конет. У меня же есть живой мох. Я его недавно купила. Он ко мне пришел, смотрите, какой. Ой-ой-ой-ой, какой. Как раз прекрасненький живой мох. Ну, мы-то берем его, да и все. И сверху немножечко я его добавлю. Вот прям как раз на корешки. Чтобы они не сохли. Поняли, да, что сейчас происходит? Вам, если что-то непонятно, вы задавайте вопросы в комментариях. Есть урхачат. Там можно задавать вопросы в Телеграме. Ссылка в шапке профиля. Заходите. Так, так вообще можно видео снять, задать вопрос подробно, все описав, рассказав, фотографии, видео. Куча всего сейчас есть для того, чтобы общаться конструктивно. Видели, да, что я сделала? Как мне это все нравится, потому что мне кажется, орхидеи прямо прям ура кричат в этот момент от радости. Значит, что дальше? Смотрите, это еще не все. У меня просто не бывает. Я люблю вот эту вот сложную конструкцию. Ну, моим орхидеям это тоже нравится, безусловно. Шея у нас такая, знаете, она такая немножко как в ямке. Это хорошо, потому что шея должна у нас там дышать. Я беру камушки и сверху, вот так вот, раз, и закладываю орхидейку. Вот. Видите, что я делаю? Ой, я не знаю. Мне кажется, орхидеям это очень нравится. Мои орхидеи камушки любят. Мои орхидеи все камушки любят. Вот прям все. Вот все, которые у меня есть орхидеи. Нет орхидеи, которые камни не любят. Ни одной коллекции. Они, в принципе, камушки все любят. Видите как, да? И практически везде камнями я ее заложила. Все. Красота. Красота у нас приключилась с вами. Все. Вторая пошла. Ну, мы же в ускоренном немножко варяемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кубики, это вот, знаете, материалка, в которых в упаковке техника бывает в нем. Он как на пенопласт похож, но не пенопласт. Он не крошится, у него другие свойства. Пеноплекс, что ли его называют, я не знаю. Я вот его нарезала кубиками, он у меня вот тут уже стоит готовый. Я туда вот сейчас его вот так вот сделаю. Видите, вот как я сделала. И вот в эту кружку точно так же сделаю. И у меня в ней будет водичка стоять и будет испаряться потихонечку. Очень хорошо. Вот прям небольшой слой, только, знаете, ну, не знаю, сантиметрик, полтора-два. Все, вот так. И смотрите, что я делаю дальше. Я беру каждую свою орхидейку. Вот она, смотрите, что у нас тут получилось. У нас тут дренажный слой камушки, керамзит. Потом идет аэрируемый слой. Это у нас волокно кокосовое, распухлявленный, вот этот вот весь мох. В принципе, можно не добавлять сверху живой мох. И камушки. Самое главное, чтобы шеечка у нас была без мха, друзья мои. Вот видите, она у нас чистенькая. Все, корешки у нас дышат. Все нехорошо. Там дырочки, вы видели, да? И вот все это стоит, мотыляется. Ветер здесь у нас, значит, может дуть. Тут ветерок, тут воздух. Все будет проходить. И если мы сюда нальем водичку, либо будет лишнее сливаться водичка, либо можно подливать сюда водичку. Будет вот испаряться. И в то же время будет воздух и влажно, и будет зашибись. Вот все, как любят наши орхидейки. Особенно азиатские такие любят посадки у меня. Все азиатские орхидеи такие посадки любят. Ну и вот у меня есть такая красивая кружка. Я их все время две купила. Чуть жили, я надал больше. Она такая тяжелая, в ней точно не упадет у вас ничего. Вот эта орхидейка. Она сюда у нас входит. Здесь будет зазорчик, все будет продуваться. И красиво, и эстетично. Вот эти вот кружки, кстати, недорогие. Но вот они стеклянные, и в них вот так вот хорошо встают вот такие глубокие стаканы. Здесь у нас будет водичка, все, в общем, будет зашибись. Значит, смотрите, что я вам покажу. Вот у нас получилось. Мы с вами пересадили очень быстро две азиатские орхидейки в размере 2,5 перевалкой. То есть мы распушили мох и больше ничего не делали. То есть добавили компонентов вокруг, сверху, снизу. А сам, собственно, состав мы не трогали сам средний грунт. Вот это средняя часть грунта, где находятся корешки. Я его только распухлявила. Все, пошло под досветку. Теперь я хочу показать, как то же самое я сделала некоторое время назад. Вот у меня есть орхидея, это Лека Фантастик. Она была вот в такое же состояние приведена. Буквально сегодня на что утро-то-то полтора месяца назад. Вот полтора месяца назад я ее точно так же распухлявила. Все то же самое абсолютно. Ее распределила, положила сверху, правда, и кора, и камушки. Но посмотрите, что происходит. Она везде пошла расти. Видите, что? Как ей хорошо в этом во всем. И она находится в точно такой же кружке. Там вот водичка. Вот она так находится. Вообще, очень хорошо. Орхидеи очень нравятся. У нее даже, видите, вот пошли корешки. Она прямо адаптировалась. Вот еще кверху полез. То есть тут очень все хорошо. И я решила повторить эту посадку здесь. Ну что, вот все. Красота же, красота. Вот эта посадка. Полтора месячной давности, например, на неделю семь. А это вот сегодня. Один в один. Один в один. Зашибись. Все. Теперь все эти красотки под досвет. А для этих малышей я приспособила другие стаканчики. Эти стаканчики по 300 мл. Плюс-минус там сколько-то. Я сделала кучу дырок. По тому же принципу, на дно и около дна побольше. Кверху поменьше. Ну, сколько получилось, то получилось. Везде по-разному. И я сейчас точно так же в эти горшочки буду посаживать, распухлявливать в моху нашим орхидейкам. Значит, что мы делаем. Аэрацию, дренаж. Все как всегда. Докумило 6 стаканчиков для пересадки наших малышек в размере 1,7. Что сделала? Все то же самое. Здесь у нас керамзит, камушки и кокосовое волокно распухлявленное. Все, естественно, в пропорциях, ну, с размером, размеру стакашки. Что я делать сейчас буду? Я сейчас 4 орхидеи, которые во мху, также распухлявлю и размещу вот в эти стаканчики. Ну, прям вот берем тут первую попавшуюся. Вот это, друзья мои. Ой, какая красивая. Какая красивая талью из сакура. Ой, просто прекрасная орхидейка. Все то же самое, как в 2,5. И сделаю я то же самое со всеми вот четырьмя. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я все остальные орхидеи, которые были во мху, в другие емкости перевалила. Одну я пересадила, но сейчас все расскажу. Ну, остались у меня вот эти вот орхидеи, которые в торфяных стаканах. И у меня есть уже видео по этому поводу, но я сейчас вам повторю посадку орхидеи, которые пришли у вас вот такие вот в торфяных стаканчиках. Вот это вот 1,7, вот эта молюська. Их обязательно нужно пересаживать, друзья мои, это орхидеи, которые нельзя вот так оставлять. Их надо сразу пересаживать, она показывает рост, надо очень аккуратно. Я сейчас их обе освобожу от вот этого торфяного стакана. Что за торфяной стакан? Это вот тот стаканчик, это европейская орхидея, в которых из фласки эту орхидею сажают вот в эти стаканчики. Они, видимо, пропитаны какими-то были питательными веществами, я так подозреваю с самого начала. Может быть и сейчас это все есть. Не знаю, я не изучала этот вопрос, хотя, знаете, наверное, имеет смысл поизучать, какими же знать это все. И вот потом, вот в этих самых стаканчиках, европейские производители, эти орхидеи сажают уже вот в больший объем и засыпают там разными грунтами, типа кара, там может быть, и кокосовые чипсы. Ну, в общем, разные бывают грунты у европейских орхидеи, которые мы цветущие покупаем либо в магазинах, либо в интернет-магазинах. И там эти торфяные стаканы всегда внутри есть. И я вот, например, их не очень люблю, я с ними не очень дружу и стараюсь от них избавиться. Но с недавних пор я перестала пересаживать орхидеи сразу после покупки. Орхидеи лучше как бы адаптируются, что ли, пока мы их не трогаем. Так, ладно, это отдельная тема для разговора. Я пока очистила все это дело. С вами пока беседу и вот все, вот это вообще хорошо. Итак, у нас две молюськи из торфяных стаканов. И мы их сейчас будем вот сюда сожжать. Видите, да, как это все тут распрекрасненько помещается. Значит, надо сделать на два стаканчика грунт. Значит, грунт у меня всегда один и тот же. Друзья, у меня эти посадки на канале есть очень подробные. Но я повторю. Знаете, у меня канал для начинающих орхолюбителей. И мало ли с какого момента вы начинаете смотреть вдруг с этого видео, да. А я вам тут не рассказала, не показала. Будут вопросы. Что я делаю? Я делаю смешанный тоже составной грунт. Беру вот такую мелкую кору. У меня про эту кору много разговоров было уже. Вот мурча. Мелкая мурча. Она называется 3-10 миллиметров. Вот такая прям вот тонкая-тонкая. Я ее покупаю на копейки. Стоит, мне нравится. Вот побольше. И в соотношении 50 на 50 я размешиваю ее с омхом. Кировский мох. Есть такая группа ВКонтакте. Я там покупаю этот мох уже второй год подряд. И мне очень нравится. Вот смешать, это громко сказано. Как можно вот такой мох смешать с такой корой? Вы знаете, можно. Я как-то вот это делаю. Не поверите ей. Я смешиваю это больше, наверное, в руках. Когда вот орхидею сейчас заворачивать буду во всю эту красоту. Вот так вот я вот кручу, верчу, мешаю. Перемешиваю. И, значит, я сейчас расскажу, как я это буду делать. Вы не пугайтесь. Я уже как-то наловчилась. Я наловчилась и не хочу мох рвать. Вот смотрите, какой он чудный. Хотя мох растет из любых частей. И его можно даже разрезать. Не моя эта история. Я это не люблю делать. Значит, что я делаю? Я сейчас водружу его чуть-чуть на низ. Чуть-чуть. Вы знаете, вот так, без фанатизма. Так вот так. Она у нас внизу по стеночкам будет расти. Мог будет расти. Поверьте мне. Он живой. Он прекрасными свойствами обладает. Это шикарная история. Так, что мы здесь имеем? Давайте на стволик посмотрим. Ага, здесь у меня есть чешуйки, друзья мои. Это, видимо, тут листочки какие-то были. И даже растет корешок под ними. Давайте я их уберу. Зачем нам чешуйки? Да, ведь нам чешуйки не нужны. Я зачистила чешуйки. Здесь вот прям их много было от листика. Видимо, листика в теплице еще отвалился. Но это нормально. Он фласочный, маленький все дела. И смотрите, что я сейчас сделаю. Вот в качестве профилактики мне так захотелось. Эти орхидеи вот сортовые, мальмойские. Я беру скорый бактерин и вот так вот, знаете, вот прямо вот здесь вот припорошу все. Ой, лишнего точно не будет. Это в качестве профилактики, друзья мои. И чтобы мои орхидеи, не дай бог чего. Я прямо сейчас орхидеи, друзья мои, стоят очень дорого. И все-таки они после посылки. Вот так вот. А чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Ой, вы же не видите, господя. Вот все, вот присыпала. Теперь вот я беру, видите, вот тут как-то вот все внутри. Немножко как объем. И в этот объем вот так все чуть заворачиваю в мох коробки. И сюда его. Стараюсь как бы под попу. Скажу, как. Подпузите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я пересадила все орхидеи. Где-то перевалкой, где-то прямо пересадила. Сейчас расскажу, что я сделала. Почти все орхидеи были размещены. Ну, с размером своим размером. Разные стаканы в объемы разные. У них у всех вот такие импровизированные кашпо. Потому что дырочки. Чтобы водичка не выливалась. Вот у всех импровизированное кашпо. Это бутылки пластиковые, как вы видите. Пока для временного размещения я принимаю решение, что я именно так делаю со всеми орхидеями. А потом, когда орхидеи укоренятся, у них уже все будет зашибись. Они начнут вегетативный рост. Вот тогда я их уже пересажу, когда уже корней будет много, в хорошие, нормальные горшки. Они очень красивые, с размером их размером и размером корневой системы. Все орхидеи, которые размером 2,5, я пересадила, вот эти две, я пересадила перевалкой. Мох распушила и вот их разместила. И еще вот сверху камушки. И эту орхидею, вы видите, да, она тоже находится в пластиковом, таком типа импровизированном кашпо. И всегда зазор делайте, всегда зазор, чтобы воздух был. И здесь вот такой вот для дренажа у меня вот материал использован, я вам про это говорила. И есть у меня вот в такой вот кружке посаженная стеклянная, она такая плотненькая. Здесь тоже есть зазор, и это хорошо, потому что у нас с вами очень много отверстий. Немножко надо просушить, достали. Я так делаю часто, поставили. Здесь много отверстий, просохло, обратно в кашпо полили. Надо, чтобы дольше были влажными. Добавили сюда водички, все, орхидейки дольше влажные будут. Вот эту орхидею я тоже посадила в большой стакан. Почему? Потому что когда я ее освободила от мха, она была в размере 1,7. А-ля в размере 1,7. Посмотрите, она такого же размера, почти как 2,5. И поэтому я ее тоже распухлявила, добавила, естественно, мха, потому что мха была мало. Здесь немножечко я добавила коры и посадила вот в такой стаканчик. Здесь тоже вот такой же абсолютно кашпо такое же и с тем же самым умыслом. То есть есть зазор, побольше немножко, ну какие были у меня пластиковые бутылки. И внизу опять-таки вот такой дренажный слой вот этого материала, который похож на пенопласт, но который не разлагается. И ничего с ним не происходит, он классный, мне нравится. Все, крупные орхидейки у меня в нормальном состоянии, пересаженные, переваленные и так далее. А с маленькими поступила я как с малышами. Две перевалкой тоже я немножко мха добавляла, потому что вы же видели, какие стакашки маленькие. Там совсем не было мха. Я его распухлявила и какой-то мох пришлось, может быть, даже выкинуть. Я добавила своего собственного, ну как собственного, который я приобрела. Я покупаю мох в группе второй год подряд, мне очень нравится. Сейчас вы видите ссылку на видео, где я об этом рассказываю, показываю, как я распаковываю посылку. И вот эти малыши, у меня вот два малыша. Один Льюис Сакура и второй вот такой вот безымянный. Они у меня ушли в мох. А вот эти три красотки я посадила немножко по-другому. Я сейчас объясню почему. Здесь уже прямо посадка. Здесь уже и кора мелкой фракции, и мох. Я вот залатала листик, как я это всегда делаю. У орхидеи есть такая способность. Если до конца не надломанный лист, если вы поймаете сам процесс, вот когда только он надломился, и соедините надломанные части, то при условии, что есть живая ткань, они даже могут срастись. Но будет шрам. Вот все как у людей. В данном случае уже была засохшая вот эта вот часть, сломанная. Но оставалось вот маленький кусочек живой ткани. Я просто склеила для того, чтобы она не мотылялась и не отвалилась. Лист продолжает быть зеленым со всех сторон. И будет выполнять свои функции фотосинтеза продолжать. Это у нас парфюмерная фабрика. Она была в торт в стакане, поэтому я ее пересадила уже, ну знаете, в такую уже промежуточную посадку. Это уже не перевалка, а прям посадка. И вот эта орхидея, которая, друзья мои, шили Риана на маршмлоу. Тоже 1 и 7 кнопочка. Тоже была посажена в кору, в мох. И почти уже, ну это пересадка все-таки. И также абсолютно я посадила вот такую орхидею. И она без названия. Здесь тоже и кора, и мох. И мох я добавляла свой, и мох, который у этой орхидеи был. Все, все орхидейки пересажены. Что я сейчас хочу вам показать? Всегда первичные адаптационные действия в мох прибывших орхидей входит у меня в такой этап, который называется обработка листа спиртом. И про это у меня есть видео, и я рассказываю, почему я это делаю. В данном случае этого делать категорически нельзя. Почему? Это малыши, это маленькие деточки. Их листики еще очень-очень уязвимы. Нужно прямо сжечь. Поэтому в данном случае, для того, чтобы все-таки снять вот эту вот пыль, грязь, которая вот у этих орхидеев все равно сейчас присутствует, я просто беру ватный диск и протру листики простой водой. Простой водой. Простой водой. Причем, видите, я даже не буду никуда макать ее. А прямо вот так из пульверизатора намочила и протерла все листики от грязи, того налета, который был там везде, где вот мотылялась эта орхидея. Чтобы листик начал дышать, работать надлежащим образом. Чтобы процесс фотосинтеза в нем происходил более эффективно. Потому что лист поглощает солнечные лучи, квант солнечного света, выделяет углерод. Соединяясь с водой, этот углерод превращается в питательные вещества. Поэтому листик чистенький должен быть. Он должен работать надлежащий. И я вот так протру сейчас все листики своим орхидеям. Посмотрите, какая грязь. Так что, знаете, протирать я все-таки вам рекомендую. Ну, вообще, прям для сравнения. Смотрите, вот белые спонжи, которыми я протерла. Они прям грязные. Я хочу что еще сказать. Одну очень важную вещь, особенно для новичков. Почему я протерла простой водой? Ну, почему не спиртом? Я вам уже объяснила простой водой. И почему я не стимуляторами различными протираю? Есть одно важное правило, которое нужно запомнить навсегда. Когда орхидея в стрессе, не кормить, не удобрять, не стимулировать мы их не можем. Этого делать нельзя. Потому что орхидея, мало того, что не усвоит вот это все, что вы ей дали, она еще может и, собственно, на самом деле погибнуть даже от этого всего. Потому что вот это вот пере и недо, здесь нужно искать вот этот хрупкий баланс. В данном случае орхидея стрессует. Ей не до ваших стимуляторов и не до ваших там вот этих витаминов и всяких там разных других вещей. Да, эти стрессовые препараты можно, конечно, применить, если вы хотите. Но в данном случае я обработала орхидеи биофунгицидами. И они сейчас прекрасно себя чувствуют. Зачем их трогать? Вот они адаптируются, через месяцок можно уже как-то их там стимульнуть каким-нибудь препаратом. Я не знаю, там янтарная кислота. У меня есть такие видео на канале, маленькие короткометражные. Посмотрите, где я готовлю сукцинат аммония, салицилат аммония. Хорошие препараты, которые нашим орхидеям прекрасно заходят. Но дайте, пожалуйста, вашим малышам, это все-таки малыши, это подростки. Ну подростки, которые покрупнее. А вот такие козявочки, им вообще не до стимуляторов ваших. Я очень не рекомендую стимулировать орхидеи, которые только у вас пришли. Или там удобрять. Ни в коем случае, ни по листу, ни корневая, ни вне корневая подкормка им сейчас не нужна. Более того, она может навредить, как я уже говорила. Все, наши малыши отправляются под досветку на свое постоянное сейчас пока место жительства. В санатории мой орхидейный, про это у меня тоже есть видео, что такое санаторий орхидейный. Посмотрите, очень интересно, как я его организовала. Прошел месяц после пересадки. И я вам сейчас покажу, как быстренько, прямо быстренько, как себя чувствуют эти орхидеи, которые мы с вами пересаживали и переваливали. Ну что, очень быстро. Орхидея Льюис Сакура хорошо себя чувствует. Корешки активные. Особого там здесь вот я пока не вижу тут роста. Но орхидейка очень бодрая. Но зато парфюмерная фабрика и Шелериама на Маршмлоу показывают буйный рост. Видите, да? Все орхидеи активировались, активизировались. И пока корешков-то тут я особо не вижу, потому что их мало. Но тем не менее, смотрите, да? Все. Оп. Оп. Хорошие они. Очень хорошенькие. Мох начал расти. И это здорово. Так, вот здесь у нас две орхидеи. Это тоже пока роста я здесь не вижу. Но орхидейка бодрая. Орхидейка бодрая. Вот они, знаете, орхидеи как из одной оперы. Вот видно по листикам, да? Вот листик такой и вот такой. Они хорошенькие, но они еще думают. А вот это вот, смотрите, растет. И причем очень охотно. Это все малышки. Убираем малышек. Три орхидеи дали листик. И две орхидейки просто сидят пока бодрячком. Там все хорошо. Посадка в стен малышам понравилась. Теперь подростки пошли. Подростки. Смотрите, как себя хорошо чувствует орхидейка. Ой, какая хорошенькая. Пить хочет, да? Нет? Нет, нормально. Корешки все видны. Ну, здесь пока никаких листиков внутри нет. Орхидея просто хорошенькая. Так. Еще два с половиной. Здесь все полито. Здесь все хорошенько. Вот там стоит у меня водичка. На улице очень жарко. Поэтому водичка стоит, как я вот вам рассказывала, да? Ну, листика нет. Орхидея очень хорошая. Корешки все там хорошенькие. Месяц прошел. Отлично. И еще одна. И еще одна. Здесь показался листик. Мох растет. Мох растет. Они стоят в водичке. Чувствуют себя прекрасно. Вижу корешки. Они здесь хорошие. Хотя пока особого росту корней не вижу. Но раз растет лист, значит уже растет и корневая система. Все. Вот так себя бодро чувствуют орхидеи спустя месяц. Я думаю, что недолго, не за горами у нас с вами активный рост этих орхидеи. Они адаптировались к этим новым посадкам. Больше половины уже показывает вегетативный рост. Вот на этой мажорной ноте я заканчиваю такое длинное, очень подробное видео. Субтитры создавал DimaTorzok